Через вершину Б треугольника АВС проведена прямая параллельно стороне АС. Но дело не хитрое. Отметьте на рисунке углы, вот она картинка, очень важная. Я повторяю, есть у нас треугольник АВС, и провели параллельные прямые. Так, давайте я для красоты сделаю так. Значит, здесь у меня будет три дужки, здесь будет дверь. Вот так будет лучше. Вот так будет лучше. Через вершину В провели, 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 провели параллельную прямую. Тогда вот эти углы равны, эти углы тоже равны. Все понимают почему? Потому что параллельная. А значит, они вместе дают что? 18 градусов. Господа, мы с вами доказали теорему основных углов. Т.е. до этого мы, конечно, много раз ей пользовались в разных ситуациях. Но, наконец-то, мы ее с вами строго доказали. Если мы знаем теорему о равенстве вот этих вот углов, и знаем теорему о равенстве этих углов, то тогда... А почему я был просто продлить АВ? Продлить АВ? Да, это не было бы то же самое. То есть, мне более интересно, если мы увидим здесь угол не здесь, а здесь. Но, конечно, я не думаю, что это разница. Нет, потому что здесь, то есть 180. Можно было без этих... Не прям, важно. Без этой теоремы она была, так и что 180. А без теоремы нельзя в принципе. В неевклидовой геометрии, между прочим, сумма углов треугольника вовсе не 180. И не 270. И не 90. Там она больше нуля и меньше 180 градусов. И в клиновой геометрии у треугольников бывает разная сумма величин углов. И она всегда меньше 180 градусов. Ну и естественно больше нуля. То есть, нам обязательно, для того, чтобы получить теорему о сумме углов, обязательно пользоваться в каком-нибудь виде пятом постулатуром. Если мы им не воспользуемся, то просто ее в принципе доказать нельзя. Продолжение следует...